МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня в репортаже наших корреспондентов. В студии Ирина Воронцова. Здравствуйте. Вначале некоторые темы выпуска. Секрет калужского чуда. Губернатор поделился со столичными журналистами рецептом инновационной привлекательности региона. Еще один наркопритон ликвидирован в Калуге. Преступникам грозят серьезные тюремные сроки. Ледовое состязание Обнинской и Калуги. Кто возглавит турнирную таблицу? Соглашение о сотрудничестве в сфере информатизации подписали сегодня в Москве губернатор Анатолий Артамонов и представители немецкой компании САП СНГ, крупнейшего поставщика программных решений и автоматизированных систем управления. Взаимодействие предполагает построение в регионе комплексной системы управления в различных отраслях на базе современного информационного обеспечения. В рамках первого этапа сотрудничества немецкая компания предлагает программы комплексное управление регионным и университетский альянс. Последняя ориентирована на объединение теоретического и практического обучения студентов с доступом к современным IT-технологиям, что позволит повысить уровень подготовки IT-специалистов. Говоря о реализации программы, губернатор Анатолий Артамонов предложил в ближайшее время устроить встречу с руководителями двух университетов. Это филиал МИФИ, который в Огненске. Они готовят специалистов этого профиля. И филиал Бауманского университета. И этого будет достаточно в принципе. То, за кого могу отвечать, что называется, это за Бауманцев и за филиал Бомнинский, который МИФИ. Мы недавно там обсуждали эту проблему специально именно вот этого направления подготовки. И договорились, что мы еще встретимся. И вот как раз тут нам очень повезло. В следующий раз мы пригласим вас для того, чтобы вот на четырехсторонней нашей будет встреча, то есть два этих университета и мы с вами. И мы уже могли бы подписать конкретные соглашения на этот счет. А сегодня в Калуге на заседании трехсторонней комиссии были озвучены данные об обороте розничной торговли. Калужская область занимает по этому показателю шестое место в ЦФО. Только в этом году в регионе реализовано товаров на 106 миллиардов рублей. В области активно появляются оптовые и розничные магазины. При этом товарная насыщенность в целом соответствует платежеспособному спросу населения. На заседании было подчеркнуто, что в последнее время выросли цены на меховые изделия, обувь, значительно повысилась стоимость яиц, подорожали овощи. Для обеспечения ценовой доступности товаров и услуг в области реализуется комплекс мер, в частности увеличивается доля продукции местных производителей. Попробовать и оценить местные товары помогают выставки дегустации в рамках конкурса «Покупаем Калужское». Однако, отмечалось на заседании, жителям необходимо подробнее рассказывать о технологиях производства и преимуществах местных производителей. Допустим, Медынское производство молочное, у них уникальное оборудование, у них уникальный завод, в общем-то, который сохраняет все полезные свойства молока, производится на территории нашей области. Так давайте, для того, чтобы людям рассказать об этом, у стенда какой-то раздаточный материал, маленькую буквально листовочку. Что такое молоко, произведенное, допустим, в той же Медыне, в тех же Сухиничах. Трагедия в Сосинском. 10 декабря в одной из квартир были обнаружены тела 4-х человек. Мужчины 50 лет, его 45-летней жены, двоих детей 10 и 13 лет. Как сообщили в следственном управлении, они имели двойное российско-израильское гражданство. Длительное время семья проживала в Израиле, а в августе переехала в Ярославскую область. Квартиру в Сосинском погибшие арендовали с 29 ноября. Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти погибших стало отравление угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. По версии следствия, в квартире, которую снимали погибшие, была установлена газовая колонка, не отвечающая требованиям безопасности. Подобные устройства, предназначенные для использования скорее в дачных домах, чем в квартирах, пользуются популярностью у населения ввиду невысокой стоимости. По итогам происшествия следствием назначена техническая экспертиза. В России зарегистрировано около 8 миллионов наркозависимых, сообщили сегодня на видеоконференции, которую организовался регионами Государственный антинаркотический комитет. Ежегодно из-за употребления психотропных веществ Россия теряет около 2 триллионов рублей волового национального дохода. На этом фоне программа по возвращению наркоманов к нормальной жизни выглядит более чем скромно. Ее стоимость в тысячу раз меньше. И если она будет внедрена в нашей стране, то по подсчетам специалистов, смертность молодежи снизится на 10%, а употребление наркотиков на 15%. При разработке программы реабилитации наркозависимых использовался передовой опыт США, Израиля и Италия, где проблема стоит также остро. По мнению руководителя Калужского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Бориса Смирнова, помимо правоохранительных органов, работу с наркоманами должны вести и муниципалитеты. По его мнению, необходимо проводить беседы с родственниками и окружением этих людей, иначе армия наркозависимых будет только увеличиваться. Чтобы у них сделать мотивацию на прохождение курса лечения и реабилитации. Вывлекают, я вам честно говорю, потребитель наркотиков вовлекает 7-10 человек в год. 7-10 новых становится в строй. Кто-то из них потом становится потребителем наркотиков, сделанным наркоманией, кто-то эпизодически потребляет наркотики. Но это чуть не лучше. И сегодня же стало известно о ликвидации очередного наркопритона в Калуге. В центре города бойцы спецназа штурмом взяли квартиру, где были организованы производства и сбыт наркотиков. После сбора необходимых доказательств о преступной деятельности наркополицейские приняли решение задержать злоумышленников. Главная трудность заключалась в том, что хозяин квартиры готовил наркотики только ночью. На кухне установил зеркало, чтобы наблюдать за подъездом. Однако это не помогло. В квартиру, расположенную на пятом этаже, группа спецназа спустилась с крыши. Еще несколько бойцов проникли через дверь. Все произошло настолько быстро, что преступники не успели избавиться от улик. В руки к полицейским попали две коробки эфедрина, содержащими лекарственными препаратами и посудой для изготовления наркотиков. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы. В момент задержания в данной квартире находились трое граждан, организаторы, его сожительницы и наркозависимые. Все состояния сильного наркотического опьянения. В данный момент по данному делу возбуждено уголовное дело, ведется следствие. И еще о человеке, чья деятельность в той или иной мере связана с охраной правопорядка. Впустница психологического факультета КГУ имени Циолковского Евгения Котенкова решила выбрать самое специфичное направление профессии и стала психологом в полиции. О трудовых буднях девушки в материале Андрея Ткачева. Доверить человеку оружие – дело ответственное. Решение подобного рода в батальоне патрульно-постовой службы вот уже два года принимает психолог Евгения Котенкова. Ежедневные тренинги и психологические тесты. Справиться с ними – значит получить разрешение специалиста на работу в правоохранительных органах. Евгения закончила КГУ с красным дипломом по специализации «Психология здоровья». Как уверяет отличница, многое в ее профессии зависит не от книжных постулатов. Из нас никогда не пытались делать психологов. Из нас пытались делать людей, которые просто стремятся к чему-то, которые хотят достичь чего-то. Люди, которые могут самоактуализироваться, которые могут достигать цели. И, соответственно, многие наши выпускники по специальности не работают, но все равно они успешны в той деятельности, в которой они занимаются. Но, тем не менее, я выбрала для себя эту специальность, потому что поступая на факультет, я уже знала, что буду психологом, я всегда хотела работать психологом. Соответственно, работаю по этой специальности. Помимо тестирования сотрудников на профпригодность, психолог Евгения имеет еще огромный ряд обязанностей. Психокоррекция, лекции, семинары и простое живое общение с коллективом – это лишь малая часть ее работы. Например, вот этот прибор, состоящий по сути из специальных очков и наушников, меняет психологическое состояние человека в зависимости от выбранной специалистом программы. Наши сотрудницы воздействуют световые импульсы или воздействуют волны. Волны и, соответственно, благодаря этому достигается расслабление. После выполнения поставленных задач психолог составляет отчеты у себя в кабинете. Благодаря им уже ее начальник сможет сложить объективное мнение о том или ином сотруднике. Владимир Жевлаков сначала, хоть и переживал за молодую сотрудницу, сейчас не представляет работы батальона без нее. Она приходит и говорит, что, Владимир Николаевич, например, вы были в командировке, вы приехали неделю назад, я должна с вами пообщаться, я должна вас изучить, исследовать. И несмотря на то, что я в 10 раз больше отработал в подразделении и являюсь, так сказать, непосредственным ее руководителем, но я обязан выполнить ее рекомендации, выполнить ее требования по поводу тех или иных, соответственно, исследований, консультаций и так далее. Работает Евгения с семьями сослуживцев, обращаются к ней за помощью и родственники погибших. Молодой психолог не останавливается на достигнутом и продолжает учиться, осваивает клиническую психологию. Но место работы менять не собирается. Я психолог, человек, который помогает, работаю в структуре, функции которой это тоже помощь. Сотрудники полиции помогают, я помогаю в квадрате, это очень хорошо, это мне нравится, я хотела бы продолжать с ним заниматься. Андрей Ткачев, Михаил Андросов, телекомпания НИКО-ТВ. Сегодня калужские предприниматели получали благодарности за участие в подготовке встречи Олимпийского огня. Более 300 фасадов было отремонтировано усилиями городского хозяйства совместно с арендаторами магазинов и торговых центров. Эстафета прошла на высоком уровне. В благодарность за помощь были награждены около 20 предпринимателей и представители госслужб, за спинами которых еще сотни неравнодушных калужан. Константин Баранов, исполняющий обязанности городского головы, отметил, что маршрут Олимпийской эстафеты – это только начало. Работа по благоустройству города обязательно коснется и самых дальних уголков Калуги. Мы будем с вами продолжать эту работу и будем делать так, чтобы весь наш город был таким же красивым, таким же уютным, таким же комфортным. Помните, что мы никогда не забудем ваше участие. Всегда готовы вам помочь. Обращайтесь, пожалуйста, к нам за любую помощью, за любой поддержкой. Вместе с благодарственными письмами калужские бизнесмены получили от градоначальника и предновогодние поручения – украсить обновленные фасады яркими огнями и не забывать о правилах зимнего благоустройства. На данный момент у нас все-таки еще наш ремонт не закончен, и это как бы еще сегодня аванс. А мы будем стараться уже делать все внутри помещения, чтобы это здание было, оно находится в центре города, чтобы оно было красивым, удобным, и чтобы люди с удовольствием приходили туда. Областной конкурс профмастерства швей прошел на Сухинической швейной фабрике. Конкурс был приурочен к 65-летию областного совета профсоюзов. В теории и практике состязались 8 молодых швей из Сосинского, Кирова, Людинова и Сухиничи. Чтобы ответить на теоретическое задание, состоящее из двух вопросов, конкурсантам необходимо владеть знанием технологии швейного производства, охраны труда, трудового законодательства. Практическое задание состоялось с пошива изделия, которые нужно было выполнить качественно и быстро. Лучше всех заданием справилась Марина Хатеева, представляющая Сухиническую швейную фабрику. За победу – денежная премия от областов профа. И буквально только что подготовленный к эфиру репортаж. Сегодня калужский губернатор отвечал на вопросы столичных журналистов. В Москве в российском информационном агентстве «Интерфакс» Анатолий Артамонов рассказал представителям федеральных средств массовой информации об инвестиционной политике региона. В частности, коснулся тем развития кластерных производств и использования инновационных технологий в региональной экономике. Все подробности у Андрея Степичева. Столичные журналисты изучили карту страны и знают точно, какой именно регион считается самым инвестиционно привлекательным. Его глава долго ждать себя не заставил. Анатолий Артамонов в пресс-центре появился в отличном расположении духа, но начал мероприятие не с побед, а не удач. В приветственной части он рассказал о том, какие потери пережило сельское хозяйство региона. И сразу после этого перешел к его же перспективам. В ближайшие два года, заявил губернатор, в Калужской области ждут небывалых надоев, так как в планах открытие ни много ни мало 100 роботизированных ферм. Сейчас мы приняли решение о том, что 40% стоимости роботов будем оплачивать для того, чтобы заинтересовать тех, кто придет в эту отрасль. И также будем помогать в создании инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и транспортной для строительства этих ферм. То есть мы хотим заинтересовать инвесторов, чтобы они пришли к нам. Первый вопрос и сразу про инвесторов. Губернатора спросили о секрете так называемого «калужского чуда» и попросили поделиться рецептом ловли иностранных промышленников. Анатолий Артамонов давно привык к этим просьбам и ответил так, как отвечал уже много раз, причем на любом уровне. Для нас каждый инвестор – это наш ребенок, с которым мы нянчимся, прощаем ему все капризы. И неважно, он приходит с одним миллионом долларов или евро или с миллиардом. Одинаково для нас, ценные все они. Узкоспециализированные журналисты агентства «Интерфакс» устроили настоящий обстрел такими же узкоспециализированными вопросами. Сотрудница отдела туризма спрашивала о туристических объектах и дорогах к ним. Корреспондент же авиационной направленности интересовалась строительством аэропортов. В Грабцеве, рассказал Анатолий Артамонов, взлетно-посадочную полосу уже начинают строить китайцы. Соглашение с ними подписано совсем недавно и стало настоящей победой. Компания из Поднебесной согласилась на очень сжатые сроки и существенное урезание цены работ, в результате чего Калужской области удалось сэкономить. Мы договорились, что мы оплачиваем работу только после завершения ее. Ни одного рубля аванса не даем. Это, конечно, очень жестко. Они согласились и сейчас они ведут подготовительные работы. В начале года начнется уже, собственно, самостройка. И в сентябре мы должны совершить облет нашего аэропорта. Полетим в следующем сентябре, а вот жилье строим уже сейчас. Корреспондент у журнала «Стройка» губернатор о этих самых стройках и рассказал. Взятое на себя обязательство по возведению одного квадратного метра жилья в год область выполняет. Не забывают в регионе и о социальных программах. В этом году дети-сироты получили 100 квартир. В следующем это количество увеличится вдвое, гарантировал глава региона. Мы приняли решение у себя квартиры отдавать этим детям с минимальным набором мебели. Ну, хоть, по крайней мере, там кроватку или диван раскладной, я сказал, чтобы ставили на первый случай, разложат, там белье положат, поспит, потом купит себе хорошую кровать, какая ей нравится диван, годится для того, чтобы гостей принять. Там на кухне какая-то минимальная мебель, там прихожей. Это, ну, нам где-то 100 тысяч рублей стоит, ну и бог с ней. Рассказал губернатор и о потерях года. К ним он отнес развал Кондровской бумажной фабрики и банкротство Калужского мясокомбината. Причину Анатолий Артамонов видит в человеческом факторе. Недобросовестное управление крупными предприятиями привело к их краху, но в целом в области поводов для оптимизма хватает. Людей, преданных своему делу, в регионе много, и только благодаря им, считает губернатор, область стала примером по многим показателям. Увидеть калужское чудо журналисты в итоге захотели сами и попросили организовать для них пресс-тур. Глава региона пообещал это устроить, и все разошлись по своим делам. Одни рассказывать о региональной сказке, другие ее создавать. Андрей Степичев, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ, Москва. И вновь в Калугу. Общественная комиссия правящей партии продолжает проводить мониторинг студенческих общежитий. На этот раз объектами их внимания стали Советскохозяйственная академия имени Тимирязева и Калужский филиал финансового университета. Вместе с депутатами общежития инспектировал и наш корреспондент Татьяна Зимушина. От сессии до сессии учащимся Тимирязевской академии живется весело. Позитивно выглядит студенческая жизнь и в цифрах. От имени всех сокурсников заявляет староста студенческого совета Денис Сафронов. Он провожает комиссию в свой блог, рассказывая, что плата за проживание в нем с 1 сентября не повышалась. Однако в прошлом семестре небольшие изменения все же были. С того семестра поднялась, так и было 205 рублей, как поднялась, так и осталась. До этого стоило 90 лет, может быть, так было. 205 рублей для бюджетников и 450 для платников. Расценки приемлемы, но у комиссии все же возникают вопросы. Большую часть средств студентов приходится платить за дополнительные услуги. Какие именно они не вникают. Некоторые, например, даже не знают, что раз в месяц можно получить чистое белье. Расчет дополнительной стоимости гостей тоже заинтриговал. Вы полагаете, что каждый студент пользуется индивидуальным электричайником? Нет, там количество, собралось среднее потребление, например, сколько белье общайник, и делилось на количество студентов, проживающих в комнате. Сложные пути у вас. Да, да. Более прозрачная картина представила общежитие финансового университета. Студенты, привыкшие работать с документами, знают свои права и обязанности. Вот такой прекрасный ремонт. Вы делали его сами? Нет. Или это вот в общежитии? А бытовые условия проживания? Все, все замечательно. А постельное белье вы самостоятельно стираете? Ну, вообще выдаются постельное белье. Выдаются. И все это за 67 рублей в месяц и без дополнительных платежей и расходов. Однако платникам этого вуза приходится отдавать больше – 500 рублей. Почему одни и те же комнаты стоят для студентов не одинаково, и должна ли быть эта разница комиссии, только предстоит разобраться. Этот вопрос, над которым, в общем-то, будет работать комиссия, и вопросы, в общем-то, есть. Они остались пока еще в течение недели-полутора. Мы проработаем все механизмы, проработаем все варианты, какие вот есть. Итоги будут подведены за круглым столом, после которого к нарушителям, если таковые выявятся, будет уже индивидуальный подход. Татьяна Зимушна, Михаил Андросов, телекомпания НИКТВ. А в двух селах Куйбышевского района открылись детсадовские группы. Долгожданное событие для двух десятков малышей и их родителей стало отличным подарком к новогодним праздникам. В качестве дарителей выступили районные администрации и областные власти. О больших радостях маленьких калужан поведает Сергей Коробков. Когда-то здесь была школа-восьмилетка, села Высокое. Потом детей стало мало, пришлось школу закрыть. Дети ездят теперь в Берлицу. Зато сегодня здесь открылся детский сад. Здесь еще есть библиотека. На следующий год планируют открыть клуб и отремонтировать спортзал старый школьный, чтобы спокойно заниматься спортом могли все, и дети, и взрослые. Детский садик занимает лишь небольшую часть здания. В соседях у него почта и сельская администрация. Но размер не главное. Небольшой по площади, но огромный по социальной значимости. Малыши теперь начнут получать АЗ образования, а взрослые спокойно работать. Хорошо будет. Дома будет легче, спокойнее. Притом дети будут заняты. Будем знать, что где-то находятся. А то на улице бегают дети. Детей надо искать. Для комфорта маленьких воспитанников сделано все возможное. Просторная игровая комната, уютная спальня, на улице оборудованная площадка. А для пап и мам дополнительные рабочие места. Камень преткновения многих сельских поселений. Похожая ситуация и в селе Жирелево. Много лет назад здесь закрылся совхозный детский сад. И с тех пор родителям приходилось выкручиваться кто как может. Теперь маленьких селян ждет группа, открывшаяся в здании местной школы. На освоение территории ребятне понадобились считанные минуты. Детский смех и искренняя радость – лучший индикатор. И возможно, к уже имеющимся малышам в скором времени добавится еще. Ведь теперь родителям будет с кем их оставить. Как думаете, скажется на демографической ситуации в поселке? Вопрос, конечно, интересный. У нас просто молодого уже населения сильно нет. Ну, уезжают многие. Поэтому, может быть, кто и задумается еще о третьем ребенке. Региональная программа развития дошкольного образования – настоящий спасательный круг для сельских территорий. Местные бюджеты не могут позволить себе такую роскошь самостоятельно. Так что область оплачивает большую часть расходов. Получается и больше 70%, если учитывать расходы на оснащение рук. Нам пришлось добавить дополнительное финансирование на ремонт помещения, крыши помещения в Высоком. Район где деньги нашел? Это местный бюджет. То есть местные налоги смогли себе позволить? Ну, еще расплачиваемся. Вопрос не закрыт. Но, тем не менее, цель такая, от реализации которой отказываться нам нельзя. Пока демографическая ситуация в районе оставляет желать лучшего. Молодежь стремится уехать. Но, возможно, теперь, когда власти продемонстрировали умение мыслить стратегически и заботиться о людях, многие задумаются, надо ли уезжать с малой родины. Сергей Коробков, Вячеслав Дугопятов, Денис Бирюков, телекомпания НИК-ТВ, Куйбышевский район. Завершается декада, посвященная Международному дню инвалидов. Торжественные мероприятия проходили по всей области. Заключительное состоялось сегодня в областном молодежном центре. Организатором этой культурной акции выступила Калужская организация Всероссийского общества инвалидов, которая в этом году отметила свой четвертьвековой юбилей. Главная цель активистов – увлекать инвалидов в трудовую и общественную деятельность, организовать их культурный досуг. По итогам этого года около ста участников общества были отмечены благодарственными письмами и почетными знаками. Сегодня в Калужской области проживает 87 тысяч инвалидов. И главная задача их общественной организации – совместно с представителями власти реализовать программу «Доступная среда». И сегодня мы видим, что практически уже многие, во всяком случае, объекты, необходимые для доступа инвалидов, они оборудуются и пандусами, где это невозможно сделать. Устанавливаются кнопки вызова персонала. Появляются специальные устройства, светофоры для инвалидов по слуху, которые могут видеть вот эти вот сигналы и так далее. И процесс этот будет углубляться. И о новостях калужского спорта расскажет мой коллега Александр Сорокин. Саша, есть чем похвалиться? Добрый вечер, Ирина. Конечно же, есть. Обо всем по порядку уже через пару секунд. Продолжается первенство области по хоккею. В этом сезоне в группе А играют всего пять команд. В этот раз на льду встретились хозяева площадки и команда «Правый берег». Подробности в нашем сюжете. Это не первая встреча Обнинской и «Правого берега». В конце ноября калужане, играя дома, уступили со счетом 4-7. Результат слегка обескуражу хоккеистов из областного центра. Ведь до этого матча они не имели поражений. К тому же во втором туре Обнинск уступил с разгромным счетом 4-14 команде Ермолина. Поэтому эта встреча во дворце спорта «Алим» давала возможность калужской команде взять реванш у своих обидчиков. Обнинцы же намеревались закрепиться на первой строчке в таблице первенства. Довольно агрессивные атаки, частые удаления. Стремление обеих команд победить прослеживалось на протяжении всей игры. Цена ошибки стоит забитого гола. А судьбу рассудит плей-офф. Играчки-то сильные, пятерочки у них сыграны, да играют не первый год. Благодаря действиям калужских защитников многочисленные опасные моменты, созданные обнинцами, в первом периоде так и не были реализованы. В окончании второй 20-ти минутки калужане получили минимальное преимущество 6-5. Но эта промежуточная победа, по признанию хоккеистов правого берега, далась им непросто. Усилим оборону и стараемся побольше уделить нападению, чтобы создать отрыв. Третий период матча выдался самым напряженным. Уже на первых минутах Обнинск забрасывает калужанам двершаевы подряд. Затем до самой финальной сирены команды поочередно вели в счете. А итогом встречи стала ничья. 11-11. Сергей Романов, Илона Микотин, Алексей Резвых. Телекомпания НИКТВ. При содействии телекомпании Крылья. Обнинск. Питерский «Зенит» сегодня может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В преддверии матча с Австрией появилось сообщение о том, что во время зимнего периода до заявок усилит состав 24-летним центральным защитником Ростова и сборной России Виталием Дяковым. Сумма сделки составит около 3 миллионов евро. Кроме того, в рамках перехода Дякова 20-летний полузащитник «Зенита» воспитанник калужского футбола Иван Соловьев может до конца сезона быть арендован Ростовом. Напомним, что Соловьев перешел в «Зенит» из московского «Динамо» и уже провел несколько матчей за молодежную сборную России. Калужская команда «Юниор», которая входит в систему волейбольного клуба АК, успешно выступила в третьем домашнем туре предварительного этапа первой лиги первенства России. В первой встрече калужане не остали шансов лидеру турнира «Вымпелу» из Коврова. «Юниор» переиграл команду из Владимирской области в трех сетах, причем в третьей партии гости уступили с неприличным счетом 12-25. В своем втором матче калужане встретили яростное сопротивление волейболистов из «Орла». Команды дошли до пятого сета, где все-таки сильнее оказался «Юниор». В заключительном матче наши волейболисты катком проехались по тульской команде ТУГУ. После третьего тура калужане поднялись с таблицы турнира на второе место у «Юниора» 15 очков. Ну что ж, это все новости спорта на сегодня. Спасибо, что были с нами и до завтра. До свидания.